Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Доставка апрельской, повышенной на 3,4% пенсии. Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля индексируются на 3,4% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Повышение затрагивает 3,9 миллиона пенсионеров, включая 3,2 миллиона получателей социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности, 2,1 миллиона пенсионеров, и по потере кормильца, 1 миллион пенсионеров. Одновременно с социальными индексируются пенсии участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком жителям блокадного Ленинграда, военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей. Граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, космонавтов и работников летно-испытательного состава, некоторых других граждан. В зависимости от вида пенсии, прибавка в результате индексации в среднем составит от 270 до 514 рублей в месяц. Средний размер социальной пенсии после индексации составит около 10 200 рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам повысится в среднем до 15 000 рублей. Социальная пенсия инвалидам с детства первой группы – до 15 160 рублей. Выплаты участникам Великой Отечественной войны, которые получают одновременно страховую пенсию и пенсию по государственному обеспечению, вырастут в среднем до 42 000 рублей. Пенсия инвалидов по военной травме, также получающих две пенсии, после индексации увеличится в среднем до 32 900 рублей. Проиндексированные выплаты начнут поступать пенсионерам с 3 апреля, в соответствии с обычным графиком доставки. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи. Продолжение следует...